Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV, на волнах радиостанции Next FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archamedia выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем самым актуальным и самым злободневным темам. Сегодня мы очень признательны, что для нас нашел время один из самых ярких представителей нашей страны, Шамиль Брагимов, который сейчас, как вы видите, находится в Дельском университете, недалеко от его библиотеки. Но, Шамиль, во-первых, добрый вечер у нас, утро у вас, рады вас приветствовать, спасибо огромное, что нашли для нас время. И действительно, знаковое событие для всего Кыргызстана произошло, вот единственное, со знаком плюс или со знаком минус. Давайте с вами разберемся. После более чем 30 лет работы закрылся фонд Сорос Кыргызстан. Шамиль, вы возглавляли некоторое время фонд Сорос в нашей стране. Какие у вас эмоции? Что вы почувствовали, когда прочитали эту новость? Ну, новость, честно говоря, витала в воздухе по различным причинам. И здесь я бы хотел, наверное, рассказать некоторые моменты такие, потому что я понимаю, что я вижу в комментариях тоже, да, о том, что люди не совсем понимают, что происходит на самом деле, какие-то теории заговоров свои появляются и так далее. Я допускал, допускал, что это может произойти, но надеялся, что, конечно, это не произойдет. Я, вот для тех, кто не знает, я на самом деле уже больше, почти полтора года не являюсь директором фонда Сорос. Я ушел в декабре 22-го года. Ушел я по другим причинам, не потому что там что-то сильно стало меняться и угроза закрытия была тогда, она ее не была. Давайте по порядку начнем с того, что этот закон, который был принят, это, наверное, был последний такой кость, да, вбитый в гроб, потому что различные нападки, ну, они были, но как бы не критично это все, да, но нужно здесь понимать один момент, что борьба за ресурсы, она существует везде, да, в том числе и в секторе международного развития и так далее. И это я сейчас говорю свое собственное мнение, да, не как там сотрудник фонда, которым я не являюсь, да, это лишь мои размышления о том, что привело к тому, куда мы пришли. Проблема в том, что люди, что международная организация внутри тоже идет определенные приоритеты за ресурсы и так далее, да, и вот, несмотря на все убеждения наших диванных политических аналитиков, Центральная Азия и, в частности, Кыргызстан не являются в какой-то приоритетности для международных организаций, не являются в приоритетности для стран, для США, например, да, для Европы. И мне, на самом деле, это занимает определенные усилия привлечь внимание того же Ельского университета, MIT, Гарварда, вообще к региону, да, им как там, здесь это такое терра инкогнито, да, не знают ничего и как бы, да, есть, конечно, внутри Госдепа какие-то там департаменты, которые географические, да, работают, но не особо, да. И вот здесь нужно понимать, что, да, в ОСФ внутри тоже происходили определенные процессы переосмысления, над чем работаем, как работаем и так далее. Я лично в свое время очень активно работал за то, чтобы сохранить наш фонд в Кыргызстане, да, но вот этот вот закон, который приняли, который создает очень, который внутри имеет очень размытые дефиниции вот этой политической активности, да, который, под который можно хоть что, вот мы с вами сегодня разговариваем, это уже политическая активность, да, согласно новому закону. И любые обсуждения, любая критика государству, любые вопросы, куда пошли деньги, это уже будет считаться политической активностью. Разумеется, подобные вещи, они создают определенные... ...для техницизации фондов открытого общества, это был, ну, вот, последняя капля, да, где они сказали, ребят, ну, ладно, если уж вам, у вас там еще и риски, появляются в реализации вашей работы, да, и в продвижении вашего, ну, мандата и миссии, то, ну, давайте вообще тогда закроем, да, вот оно как бы вот так пришло, да, то есть я видел обращение администрации, там, президента или правительства, где они там с недоумением восприняли эту новость, ну, отчасти, наверное, они правы, да, потому что определенные процессы идут, но, как всегда, лукавят, да, потому что говорили об этом очень много, и законопослушные организации, разумеется, они в условиях подобных рисков, они предпочту скажут, ну, окей, мы просто перенаправим эти ресурсы туда, где они наиболее нужны, и если, если в вашей стране это не нужно, если в вашей стране это создает определенные риски нашей работе за то, что мы инвестируем деньги в ваше развитие, вам не нужно, окей, есть другие страны, где эта помощь более востребована, вот что и произошло в конечном итоге, да, если я ответил на ваш вопрос. Да, Семенович, Черпович ответил на мой вопрос, но появилось сразу несколько дополнительных. Ну, первое, вы знаете, что меня поразило, мониторил комментарии в социальных сетях, и даже вот от людей, которых я знаю лично, и людей не глупых, и людей вот вроде бы как со всех сторон образованных, встречал такое мнение, что ну и правильно, ну и по делам, и вот знаете, вот эта вот такая ухмылочка, а что же они закрылись-то сразу после принятия закона, вроде же никто не мешал работать, а, значит, там нечисто. Семенович, вот на ваш взгляд, почему идет вот какое-то, я не знаю, какая-то, знаете, легкая шизофрения? С одной стороны, он, Сорос, на протяжении десятилетий поддерживал самые разные культурные, образовательные, неконкретные проекты, и с другой стороны, общество все равно вот как-то вот нам ближе наше, коррупционное, то, что там нарушает наши права, права человека и так далее, но лишь бы не вот эти вот западные. В чем тут, на ваш взгляд, почему, несмотря на все хорошее, что было сделано не только фондом Сороса, но и колоссальным количеством других международных организаций, ни правительственных организаций, ни коммерческих организаций, все равно вот как-то есть вот это вот в народе чувство неприятия и непринятия. Я уже писал об этом очень коротко в Твиттере, да, о том, что, знаете, я так отсылочку сделал Каннману, исследователь, да, Владимир Гарвардский, автор нескольких экономических теорий, теории перспектив, в частности, и он написал книгу «Думай быстро, решай медленно», да, и он там приводит пример о том, что у нас в голове есть две системы мышления, система номер один и система номер два, да, система номер один, она оперирует очень устоявшимися понятиями, да, то есть она нужна была для выживания, да, то есть, например, да, там идет неандерталец по лесу, слышит где-то хрустнула ветка, да, он не размышляет, кто это, что там, какой вес был, да, у этого животного, который наступил на ветку, услышал хруст, вскочил на дерево, да, как бы, но вот эта система, она осталась у нас, да, вот система номер два, она уже такая, ну, долгая, устоявшаяся, другая, где мы очень так размышляем, да, а система номер один, вот яркий пример можно привести, там, дважды два, четыре, пять и пять, двадцать пять, да, шесть и шесть, тридцать шесть, двести сорок восемь на тридцать семь, вот все, здесь я уже подзавис, да, потому что мне нужно это считать, вот шесть и шесть, тридцать шесть, это система номер один работает, а двести сорок восемь на двадцать семь, это уже система номер два должна подключиться, и вот у нас, к сожалению, мы жили последние, ну, как минимум десяток лет в условиях, Когда нам вливали в уши вот эти все нарративы о том, что Запад – это все равно враг, Сорос – это злодей, Сорос – это тот, кто делает революции. Ребята, ну тогда так стоп. Мы считаем, что тогда апрельская революция, мартовская революция – это все Сорос сделал. То есть от вас ничего не зависит. А может тогда и Садыра Джапанова тоже Сорос привел к власти, если Сорос везде за все революции отвечает. Ну как бы, ребят, давайте подумаем, мы празднуем 7 апреля или отмечаем его как День памяти погибших во время революции и считаем их героем. Ну тогда, наверное, все-таки, если это Сорос, тогда это хорошо, а если это не Сорос, ну тогда это ломает. То есть здесь об этом можно много чего говорить, но я к тому, что, отвечая на ваш вопрос, мы являемся жертвами вот этой системы номер один. Нам очень много людям вливали в уши вот это, и это устоялось. И когда люди разучились мыслить, а может быть никогда и не умели мыслить, они оперируют вот этими установками. То, что чаще всего слышал, то и есть, наверное, правда. Никто не пропускает это через фильтр собственного критического осмысления. Вот что положили на полочку, да, вот с этой ближайшей полочки берут и, как Эллочка-людоедка, помните, да, с этим своим ограниченным запасом слов, да. Вот то же самое. Вот, наверное, что и произошло, и люди почему-то донесли в голову, что это зло, западная, на протокоперативная церковь. И, наверное, те же люди, которые ненавидят Америку, подаются на грин-карту, да, каждый год. Это правда. Причем, что вы знаете, потрясающая была серия интервью у коллега-затыковцев, которые вот прямо в пунктах подачи вот на эту грин-карту брали у людей интервью, и там люди на голубом глазу говорят, да, запад загнивает, да, они плохие. А что ж вы туда едете? Ну, там живут люди лучше. Вот как это в одной голове уживается, я, честно, не понимаю. Наверное, уживается в разных системах, да. Система номер один говорит, что там все враги и все плохо, да, и их нельзя любить. А система номер два, которая тебе говорит, слушай, ну, сколько можно жить в таких условиях, где вся твоя зарплата, половина уходит на аренду, а половина на питание, да. Да, как бы, почему бы не уехать куда-нибудь, да. И вот здесь, как бы, да, вот такой диссонанс есть, к сожалению. Самили, на ваш взгляд. Вот многие говорят о том, что завершение работы фонда Сороса в нашей стране – это лишь первая ласточка, и что сейчас, как снежный ком, повально будут закрываться другие международные организации, которые, как я уже отмечал ранее, действительно внесли неоценимый вклад в развитие нашего молодого, не всегда успешного, но, правда, старающегося государства. Я не думаю, что это приведет прямо к закрытию многих других международных организаций, потому что фонд Сороса, например, был достаточно уникальным, да, это была местная организация, которая работала на средства иностранного филантропа, да, то есть это было представительством частной филантропии, да, Джорджа Сороса. Это не было абсолютно, там, не связано с гостепом США, там, и так далее. И работа фонда Сороса, она была уникальна тем, что это практически была единственная организация, ну, или есть, я надеюсь, еще, может быть, можно как-то отмотать будет эту ситуацию, да, а то мы говорим уже как о покойнике. Это организация, которая практически единственная, которая оказывает системную поддержку правозащитникам, да, не просто в рамках отдельных проектов, а вот такую системную большую работу проводит. Это одна, наверное, это вторая, это одна из двух, наверное, организаций, которая поддерживает независимые СМИ, да, вот у нас есть Интерньюс, но Интерньюс оперирует в рамках Исаидовского проекта, да, то есть проект, он по определению имеет ограниченность во времени и свои более конкретные специфические задачи. У фонда Сороса в этом плане это была просто долгая, долгий такой коммитмент, да, приверженность поддержки независимых СМИ, да, и формированию то, что мы называли таких новых медиа-акторов, да, то есть это подкастеров, это ютюберов, да, это людей, которые уже генерируют контент, и мы с ними работали в том плане, чтобы обучать их где-то. И убедиться, что эти люди будут следовать тоже международным стандартам журналистики, они могут, да, и так далее. И вот эту работу, к сожалению, кроме фонда Сороса никто особо не ведет, другие международные организации, у них есть свой мандат, у нас с инструктором, это в большей степени фокус на работу все-таки с государственным сектором. Есть проекты, где работают с гражданскими организациями, но не в таком масштабе и не с такой долгосрочной системностью, как это делал фонд Сороса. На что это однозначно повлияет, принятие подобного закона, в том, что руки связаны будут очень сильно у этих же самых международных организаций, потому что реализуют зачастую они все равно свои проекты через гражданские организации, а теперь эти гражданские организации не смогут работать, потому что, если вот вы почитаете этот самый закон, вы увидите, что там очень размытое понимание политической деятельности, и хоть что, хоть что, абсолютно хоть что, если будут делать гражданские организации на деньги международных организаций, тогда это тут же будет подпадать под интерпретацию политической деятельности с рисками того, что их могут привлечь к ответственности. И, разумеется, никто за это не захочет браться, да, ну как бы за что ты это делаешь? Там не какие-то огромные миллионы зарабатывают эти самые НПОшники, несмотря на убеждения многих людей. Они зарабатывают, ну, зарплаты, да, и, извините, ставить, ложить свою голову на плаху ради там зарплаты какой-то, да, ну, никто не захочет, и в конечном итоге мы придем к тому, что, да, вроде как международные организации вполне возможно и останутся, но они будут очень сильно ограничены. И вот здесь тогда государство опять пойдет на то, что оно практикует у нас уже, к сожалению, все 30 лет. Это такой, знаете, правовой нигилизм. Вроде как закон есть, но его не обязательно соблюдать. А вот они приняли этот закон, а потом начнут выкручиваться как бы, ну, что, в принципе, ладно, можно не соблюдать этот закон, и это еще хуже, да, потому что... Потому что это такой вот признак всем людям, что, ну, закон, как Салтыков-Щедрин говорил, да, то есть суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Вот что мы, к чему мы тоже приходим, да. Поэтому я не знаю, тут вопрос еще большой в подзаконных актах, да, которые еще не расписаны, как обычно, закон приняли, а как он будет работать, никто еще не знает. И вот это тоже будет следующий большой вопрос, да, как будут прописаны эти самые подзаконные акты, и будут ли разъяснены дефиниции внутри этого закона. Дмитрий, не могу вас не спросить, вот буквально сегодня из архивов немножко посмотрел свое интервью с Михаилом Саакашвили, вот, и сегодня же в грузинском парламенте произошел инцидент, связанный с принятием закона об иностранных агентах, аналогично, но то же самое сейчас происходит в Грузии. Ну, знаете, наши две страны довольно часто сравнивали. Мы свободолюбивые, совершили мягкие, относительно вот Тюльпановая революция и революция Роск были относительно мягкими в нашей стране и в Грузии. И вот говорили, вот, кыргызы, грузины, мы свободолюбивые, мы вот ни под кого не прогреваемся. Но вот что мы видим в Грузии? Мы видим уличные протесты, мы видим оппозицию, которая в стенах парламента очень вяростно борется за непринятие этого закона. Но у нас такое ощущение, будто вообще вот как-то начисто все исчезло. Кто-то говорит, что последней каплей было принятие обновленного флага, что вот тогда проверяли кыргызское общество напрочь. Кто-то еще какие-то кейсы еще. Кто-то говорит, что вот этот вот закон об иностранных агентах был последней каплей. На ваш взгляд, куда исчезла и исчезла ли наша свободолюбие? Почему вот если раньше мы с грузинами как-то вот были тождественны и любили себя сравнивать, то сейчас идет сомнение не в пользу нашего родного, любимого кыргызского народа? Я не знаю. Честно, я не знаю. Единственное, к чему я на самом деле прихожу, убеждению, что то самое активное, сильное гражданское общество, которое мы так любили везде выставлять, это на самом деле очень тонкая прослойка была людей. Ну или есть. Это очень тонкая прослойка людей, организаций, которые тащили на себе все. Это те же самые правозащитники. Это одни и те же самые люди. Люди имеют свойство выгорать. Люди имеют свойство уставать. И давайте признаем, что вот эти 30 лет... Я не говорю сейчас о революции, я не говорю сейчас о людях, которые там хватают, выковыривали эту брусчатку. Я говорю о людях, которые работали системно над тем, чтобы защищать свое гражданское пространство. Люди, которые работали в области правозащитной деятельности и так далее. Их очень немного. В какой-то момент, знаете, я тоже на самом деле устал. В какой-то момент ты говоришь, слушайте, хотите жить так? Живите. Ну вот честно, да. И я понимаю, прекрасно понимаю всех своих коллег, которые работают вот в области правозащиты, да, которые внедряли различные законы, продвигали их, да, чтобы сделать государство, наше общество более справедливым и подотчетным. Я понимаю, что эти люди устали. А на смену этим людям никто не встал. И в конечном итоге, ну, вот мы там, где мы есть. Я не хочу драматизировать, прям сгущать краски, что все, теперь все потеряно. Нет, это лишь один из этапов истории. Но, знаете, я читал исследования IRI, Международного республиканского института, где они каждый год проводят опросы, и я вижу, что большинство людей на самом деле считают, что Кыргызстан развивается в нужном направлении, да. Большинство людей считают, что у них вырос уровень доходов, да, жить стало лучше, жить стало веселее. Ну, значит, наверное, так. Может быть, мы на самом деле живем в каком-то маленьком пузыре, идеализированном, да, где мы боремся за какие-то идеалы, за какие-то вещи. А людей все устраивает. Ну, наверное, так. И тогда насильно мил не будешь, окей, хорошо. Никто, знаете, вопреки всем этим убеждениям, что мы тут иностранные агенты, я там агент СРУ, продвигаю что-то. Да, пожалуйста, ребят, ну, хотите жить так, живите так. Я так жить не хочу. Важно. И мне показалось не случайно, что как-то вот жить стало лучше, жить стало веселее. Мы прекрасно помним, из каких времен это высказывание, и кому оно принадлежит, кто первый, скажем так, автор этой цитаты. Не кажется ли вам, что мы потихонечку вот как бы вот именно в то время возвращаемся? Вот весь наш регион, я не только про нашу страну, но вот как-то эти уже не просто автократические, а тоталитарные тенденции становятся все веснее, яснее, и все, ну, как бы более четко обнажают свое истинное лицо, лицо запрета всяческих свобод. У нас, кстати, сегодня, если успеем, мы еще тикток обсудим. Запрета всяческих свобод, свободы самовыражения, свободы слова и прочих-прочих свобод, которые нам, вы правы, нам, людям, которые, может быть, были в пузыре, но нам эти вещи для нашей страны, не для условных США, не для Западной Европы, а для нашего родного, любимого Кыргызстана, нам эти вещи казались важными, нужными, и именно на них мы хотели строить новый, процветающий Кыргызстан. Знаете, Максим, я скажу здесь такой момент один. Кыргызстан не уникален в этом контексте, в том плане, что сейчас сокращение свобод, оно происходит по всему миру. Я вот сейчас занимаюсь всякими исследованиями, читаю очень много разного. И я вижу, вот последний отчет, это 2023 год, например, они говорят о том, что сокращение свобод – это большой тренд, через который проходит сейчас весь мир. мы жили очень долго, там, последние, наверное, лет так, 20-20, на такой волне росте либерализма, каких-то вот таких свобод, демократии и так далее. А сейчас то, что финансисты были, трейдеры финансовые, назвали бы коррекция происходит, да, то есть идет-идет рост-рост-рост, потом бац, и вниз куда-то провалились. Вот, наверное, я на это смотрю именно с такой точки зрения, да, что происходит сейчас определенная коррекция. Началась она, наверное, вот еще где-то так в 2013 году, так жестко мы просели, может быть, там, в 2017 году, да, когда Дональд Трамп был тоже выбран, да, и вдруг США уже оказываются не совсем тем моряком демократии, свободы и так далее. Каждая страна сейчас проходит свой кризис, каждая страна проходит сейчас вот этот вот тест на свободу, да, тест на то, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо, и каждая страна по-разному реагирует на него, да. Да, в Грузии, например, они, у них есть свои определенные травмы, например, да, Грузия прошла тоже через войну в 2008 году с Россией, да, и, конечно, там достаточно высокое количество людей, которые не хотят кремлевской политики здесь, да, у себя в стране, они не хотят вот этих вот законов, которые где-то там придумывали в России, в Кремле, и которые насаждают другие государства, и они за это борются. Может быть, у нас, у нас последняя такая травма была 1916 год, да, в Кыргызстане, сто лет прошло, и в 2016-м мы это даже как-то и не отрефлексировали, нам даже это не позволили сделать как-то все так тихонько-тихонько, и промолчали, да, и вот сейчас как бы, ну, нету такого такого прям травматического опыта, а есть очень много различных нарративов о том, как было в Союзе классно, мороженое лучше в мире, ну, и так далее, да, вот эти вот все установочки, да, вспоминаю здесь сразу Шарикова, да, из Булгакова, там где этот обрывок, все такое, да, вот, вот, знаете, вот тут что накладывали в голову, то и всплывает вот здесь вот, и поэтому, ну, как бы вот так вот. Тут, может быть, даже уместен глагол, наложили. Наложили, наложили, да. И, ну, при этом, знаете, если людям окей, ну, значит окей. Ну, и под завершение беседы, Шамиль, вот, возможно, скоро появятся две вещи, которые объединят США и Кыргызстан. Это запрет тиктока. Вот сегодня буквально за несколько минут до нашего с вами эфира ГКМБ сообщило о том, что будет закрывать тикток. Я знаю, что в США сейчас идут активные тоже, скажем так, баталии по этому поводу. На ваш взгляд, почему вот так не угодил тикток? Что вот правительство разных стран видит в нем такого нехорошего? Знаете, это совершенно две разных причины, почему закрывают тикток у нас и закрывают тикток в США. Совершенно две разных вот причины, да. Если в США они рассматривают тикток как угрозу национальной безопасности, причем не из-за контента, да, а из-за самой технологии как таковой, которая позволяет генерировать бигдейта, да, а потом с этими бигдейтами можно вытаскивать различные данные, да, которые могут быть слишком объемными и большими, которые бы правительство США считает, что оно может нести в себе угрозу национальной безопасности. А чтобы вы понимали, да, американские военные и американская разведка, она любой чих и пук считает угрозой национальной безопасности. Вот буквально, да. У нас это все упаковывается с заботой о нравственности, да. Причем, ну, как бы основано это все на каком-то субъективном анализе. Вот сидит там, условно, сотрудник ГКНБ, да, какой-нибудь, или депутат. Вот всплывают у него там полуголые девочки в ТикТоке, и он считает, что это у всех всплывает. Он, наверное, даже не догадывается о том, что, как работают алгоритмы ТикТока. Вот у меня всплывают пицца, как готовить пиццу, и как дома красивые делать, да. А у них всплывает другой контент. И вот они возмущены этим контентом и предлагают его закрыть. Но не надо сравнивать это причинно-следственные связи и причины закрытия. Закрытие там и здесь. Нужно закрывать или не нужно, я не знаю, да. Я на самом деле противник запретов, потому что это самый простой способ решения задачи. Он не решает. Есть VPN, и наши дети прекрасно пользуются этими технологиями. Проблему это не решит. Решит ли это что-то, я не знаю. Я очень сомневаюсь. Я бы за то, чтобы мы научились все-таки более глубокий анализ делать. И если уж кто-то заявляет, что ТикТок несет в себе контент, который развращает нашу молодежь, ну хотя бы, ребят, давайте сделаем исследование, сделаем контент-анализ этого ТикТока, чтобы выборка была нормальной людей, а не только депутаты и сотрудники ГКНБ. И потом на анализе этого контента мы вынесем решение, что да, 70% информации несет в себе негативный характер. А потом принимать решение, а не так, что на субъективном решении. Тут хочется процитировать классика, какие будут ваши доказательства. Шамиль, правда, спасибо огромное. Невероятное, невероятное интервью. Очень вам признательно. Вы знаете, хочу лично от себя и от нашей команды поблагодарить вас за то, что именно вы являетесь тем человеком, который представляет Кыргызстан как родину невероятно талантливых, умных и просто классных людей. Спасибо вам. В эфире нашего телеканала был Шамиль Ибрагимов, один из самых ярчайших туэров, который сейчас находится в Гельском университете. Скоро поедет в MIT. Это университет, который выходит в первую десятку мирового рейтинга. Шамиль, спасибо вам еще раз. Ну, а нашим зрителям напоминаю, что мы выходим на телеканале Next TV, выходим на радиостанции Next FM, а также вы можете посмотреть наш концепт на страничках в социальных сетях Archamedia. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго.